Место, где сосредоточены десятки ремесленных мастерских и которые пользуются заслуженной популярностью у махачкалинцев, признана опасным. Хорошо известный горожанам дом быта приостановил свою деятельность. Без работы остались около двух сотен человек. Какие проблемы заставляют закрыть доступ в здании и какова судьба его работников узнавала моя коллега Зумрудгамедова. Ей слово. Бизнес Тофи Камамедова раскроился на до и после. В столичном доме быта мужчина работал закройщиком с 88-го года. Но сегодня он и еще сотни его коллег не могут попасть на рабочее место. Самое известное в столице республики ремесленное здание закрывают. Официальная причина – нарушение норм пожарной безопасности. Кроме наличия технических проблем, визуально заметно, что здание попросту банально обветшало. А ведь оно находится в самом центре Махачкалы. Но работники уверены, что дом быта просто заинтересовал кого-то как источник прибыли. Здесь идет такая позиция – приватизировать дом быта, забрать его в свои руки. Им разницы нет, по какому поводу. Сегодня у них пожарная, завтра у них будет наводнение. Они найдут любой повод, чтобы забрать у нас дом быта. Это фундамент поставлен этого дом быта для народа. Не для чайханы, не для ресторана, не для магазина. Понимаете? И исходя из этого, этот дом быта построили, чтобы работали люди для народа. А сейчас хотят у нас его отобрать. Дом быта – это единственное в городе место, где можно в полном объеме получить весь комплекс бытовых услуг. Отремонтировать обувь, почистить или покрасить одежду, починить все, что сломалось. Большинство этих людей начали работать еще на заре эпохи коммерции. С начала лихих девносок они трудились, то зарабатывая себе на жизнь. Одни ремонтируют обувь, другие – бытовую технику, кто-то содержит небольшое ателье. Однако теперь все предприниматели остались без средств существования. Мы на это здание теперь должны 300 человек лежать на улице, голодать. Так что не бывает. Как можно столько людей заставить нервничать? Люди в возрасте. Мы еще не один год, не два года работаем, по 30 лет работаем. Все почти пенсионный возраст. Как можно так людьми издеваться? Где правительство? Почему мы не должны стали никому? Продлили нам пенсионный возраст. Ну хорошо, продлили. А как нам работать? Объясните, пожалуйста. У нас такое ощущение, что нас взяли и выкинули на улицу. Мы понять не можем эту ситуацию. Ювелиры и портные, сапожники и часовщики – все они сейчас боятся одного, что вместе с закрытием дома быта они потеряют работу и стабильный заработок. Мы хотим, чтобы это здание открыли, чтобы навели здесь порядок, чтобы администрация города наконец-таки забрала это здание себе, без всяких посредников, чтобы мы работали между нами и администрацией, чтобы мы платили, как раньше это было, напрямую в Комитет по управлению имуществом аренду, чтобы город повернулся лицом к этому крупнейшему социально-бытовому объекту республики, и чтобы люди сохранили свои рабочие места. Нет такого человека, который не платит. И вот говорят, что пожарная система, пожарная система нарушена. Вопрос прокуратуры администрации города. А где деньги, которые мы вкладываем сюда, дают? Помогите, пожалуйста, нам разберитесь. Сейчас здание опечатано. Суд решил приостановить деятельность комплекса. Торговля и оказание услуг людям – всё это, по данным контролирующих органов, проходило в ненадлежащих условиях с грубыми нарушениями. По их мнению, работники и посетители были в опасности, ведь здесь нет даже пожарной сигнализации, а ремонт не проводился ещё с советских времён. Так объясняет закрытие здания и управляющий ООО Робинац Резван Кадыров. Эксплуатировать здание небезопасно, говорит он. По его словам, в любой момент может возникнуть пожар, который способен привести к людским жертвам. Изношено, вообще здание изношено на более чем на 70%. Мы сделали экспертизу независимую. Там, начиная от пожарной системы, заканчивая всеми вот этими коммуникациями, они все изношены. Вообще, как бы, всё, и крыша, и всё изношено. Мы готовы заняться развитием, у нас есть и средства, как бы, мы готовы вложить в развитие этого дома быта, как бы, если будет понимание, как бы, с администрацией. У нас на рассмотрении, как бы, проекта развития этого дома быта, реконструкции имеется в виду, и приведение в полный порядок. Управляющий компанией Робинац уверяет, что после проведения ремонтных работ люди смогут вернуться на свои рабочие места. Мы, наша позиция у Робинац такая, что после того, если мы у Робинац будем, это здание дома бытового слога будем приводить в порядок, мы готовы им предоставить помещение и сдавать им в аренду. Это подтверждают и в администрации города. Проверка показала, здание находится в аварийном состоянии и действительно представляет реальную угрозу для людей. Следует отметить, что эти меры направлены на сохранение жизни граждан, поскольку данное строение не отвечает требованиям. В случае устранения этих нарушений они могут вернуться на свои рабочие места? Да, конечно, конечно, смогут. Если хотя бы большую часть нарушений, которые действительно необходимо сделать, будут устранены, конечно же, они смогут приступить. Но, несмотря на это, сегодня люди, проработавшие здесь более 30 лет, доведены до отчаяния. Это противостояние длится уже несколько лет. Заложниками ситуации стали простые люди, у которых нет никакого другого бизнеса, кроме умения делать что-то своими руками. Пока не ясны сроки ремонта, как и не определена дальнейшая судьба здания после реконструкции. Все это будет решаться поэтапно.